Я упомянул одну вещь, извините, я не упомянул, что все жертвы, приносимые в праздники, если вы хотели изучить эти законы, вот они достигают полноты своего значения в Яшуа. И Яшуа и его жертва являются центральными для любых праздников. Да. Давайте посмотрим на Песах. Праздник Песах и праздник пресных хлебов, опресноков. Матса, значит, если кто не знает. Песах сам по себе не сельскохозяйственный. Разве что, когда израильтяне работали рабами в сельском хозяйстве. Но мы можем обнаружить, что во время праздника опресноков, первый Йом-Ришон или воскресенье в праздник пресноков, это праздник первых плодов. Если вы живете в Израиле, вы можете обнаружить, что к тому времени уже определенные плоды на деревьях созревают. Это еще не урожай, но это праздник первых плодов. И он указывает на урожай. Давайте вернемся к первым плодам. Но исторический Песах относится к египетскому периоду, к десяти язвам, к пасхальной жертве в Египте, крови на двери, ангелу смерти и затем Исход. И вы ели опресноки. Потому что в пасхальную ночь Израиль ел пресный хлеб. Потому что у них не было времени, чтобы подошло тесто или чтобы ферментация прошла. Хорошо? Плюс пресный хлеб символ чистоты. Жертва пасхального агнца это является новозаветный образ Ешуа. Все Евангелия Он во всех Евангелиях называется пасхальным агнцем. Ешуа полностью исполнил Песах. И здесь Ешуа называется пасхальным агнцем. И Ешуа, тот, кто вывел нас заново. Его смерть и воскресение называется исход. когда Он на горе преображения говорил с Моисеем и Ильей. И Он вывел нас из рабства греха в Царство Божье. То есть мы переживаем новый исход. И в Царстве грядущем каждый народ у каждого народа Бог намеревается каждый народ вывести и войти в обетованную землю в тысячелетнем Царстве вся земля станет обетованной землей у всех народов. В Сидуре извините, в Агаде некоторые говорят о факте, что этот исход этот исход указывает на исход всего мира. И это в ходатайственном плане. Но исход для всего мира описан в книге Откровения. И вот эта часть, которая еще не исполнилась, это есть последний Worldwide Plagues. То есть это будет суд, язвы на весь мир, суды Божьи. Божьи люди будут защищены. Потом Антихрист будет убит. И все армии Антихриста будут уничтожены. В 19 главе Откровения говорится, что их уничтожат так же, как армии фараона утонули в Красном море. И книга Откровения указывает на этот славный будущий исход в дополнение. Пасхальный исход он указывает на последующее собрание всех евреев в Израиле. И мы разбираемся с Иеремией 16 главой 23. И поэтому соблюдение Песоха это тип священнического ходатайства Израиля и народов, которые войдут в свое славное обетование или победное обетование. Вопросы есть? В Библии Израиль назван первенцем Божьим. Значит ли это, что у Бога будут другие сыновья? Значит ли это, что у Бога будут другие сыновья? Дэн отвечает, что да. Я думаю, что это указывает на рождение других народов в Царство Божье. Вопросы есть? Мы можем немножко стереть праздник первых плодов. Праздник первых плодов исторически указывает на то же, что и Песох. Это не жертв, нет жертвенного уха, скажем, подоплеки жертвенного. Но жертвы Богу приносились. Приношения Богу делались. Но это также воскресение Яшуа из мертвых Он указывает как первенца. в первом Коринфянам 15 главе. То есть Он является первым плодом из тех, кто умер, кто уснул. Это означает, что первые плоды они указывают на жатву. И если Он умер и воскрес из мертвых, то и многие-многие другие воскреснут из мертвых. Вы следите за моей мыслью? Говоря о той части Царства, которая не пришла еще в полноте, праздник первых плодов указывает на полное воскресение в начале грядущего века. Ой, извините, в конце века. Когда умершие в Мессии воскреснут прежде. Хорошо. Все обратили на это внимание? Нам было бы хорошо это на доске написать на русском. Спасибо. Спасибо. Мы переходим к следующему празднику календаря, которым является... Какой же следующий праздник? Нет. После первых плодов. Ша-ву-от. Ша-ву-от. Начинается в конце весны, в начале лета, где-то в июне. В сельскохозяйственном смысле это первая жатва. Библия не дает исторических сносок на это. Но еврейская традиция исторические сноски дает. Какая же она? Куда это исторически указывает этот праздник? На что? Кто хочет сказать? Бавахаша. Получение Торы. It's receiving Torah. Получение Торы, Оля сказала. Дана Тора. Очень интересно. Я думаю, это правильно. Потому что, когда Израиль пришел на гору Синай, то было время Ша-ву-ота. Правильно. Еврейская традиция такова всю ночь изучать Тору. Кто сегодня хотел бы со мной ночью изучать Тору? А, я забыл, сегодня не Шаву-от. И как в любом празднике были дополнительные жертвы. И исполнение дополнительной жертвы это Ишуа, это Ишуа, наша жертва. Но большой вопрос исполнения это дар Святого Духа, который излился на праздник Шаву-от. Не правда ли интересно, что когда Бог дал Тору, то Он дал здесь средства ее исполнения? Только посредством Святого Духа мы можем исполнить Закон, Зак Тору. Правильно. праведное исполнение Закона это исполнение вхождения в Духе. Римлянам 8.4 И на что же это указывает? Это Иоиля 2, Деяние 3. И куда же это указывает? Мы сейчас находимся в той части, которая уже исполнилась. А это часть, которая не пришла еще в полноте. И что же это, куда же указывает этот праздник в части? Бог что, говорит, я и залью мой Дух на еврея в Иерусалиме? Какое же окончательное обетование? Он every flesh. Нам всякую плоть. И познание Господа покроет землю, как воды покрывают море. И нам нужно смотреть на век Духа. Когда все будут наполнены Святым Духом. Я еще раз хочу сказать, что празднование Шавуота, он... То есть Божий закон Тора будет утвержден на всей земле, и все люди будут исполнены Святым Духом. Но Шавуот — это ранний урожай. Первый. Век Евангелия является первым урожаем. И только в конце века Евангелия будет ли другой урожай? Первый урожай. Он указывает на последующий урожай. Но мы будем говорить о последнем урожае тоже. Вот что мы празднуем. Вопросы есть? Еще раз я хочу сказать, что есть здесь измерение значения ходатайства. Когда мы празднуем этот праздник, мы высвобождаем в молитве и смотрим на окончательную цель историческую. Затем у нас Рош Ашана. Да. Рош Ашана, у него нет сельскохозяйственного смысла. Исторический смысл? Очень маленький. Возможно, мы можем вспомнить, что Израиль использовал трубы для того, чтобы созывать собрание. Исторического использования этого праздника нет. Итак, дополнительные жертвы приносились на всех крупных праздниках. Мужчины должны были приходить в Иерусалим. Но это когда евреи, они не в Израиле, они этого делать не могут. И сейчас население Израиля такое. такое большое, что оно не могло бы исполнить это, потому что много бы людей пришлось приходить на праздник. То есть это праздник, праздник, праздники были, когда люди приходили в Иерусалим, паломничали. Ишуа наша жертва. в Иерусалим. Ишуа исполнилось не так много от того, что связано с шофаром. Правильно? Возможно, шофар указывает на окончательное исполнение и победу. отрубление в шофар говорится в 1-м фессалоникийцам 4-й главе 16 и 17 и в 1-м коринфянам 15-й главе. Господь сам архангел протрубит и с трубным звуком Господь сойдет с неба и труба Божья здесь о трубе говорится. Мертвые в Мессии воскреснут первыми. мертвые в Мессии воскреснут первыми. И мы значит будем восхищены и с Господом всегда будем пребывать на облаках. Так всегда будем. 1-я коринфянам 15-я глава что когда протрубит шофар мертвые воскреснут нетленными а мы изменимся в одно мгновение в мгновение один раз глаз может только моргнуть и мы изменимся. Библия это не называет Роша-Шана как начало года потому что начало года в Библии это Песах но в древнем Ближнем Востоке Роша-Шана был началом Нового года и это перешло в иудаизм и Роша-Шана говорят раввины это откуда началось время когда Бог создал землю но у нас нет библейской причины эту традицию привязывать к Роша-Шана но в Библии этот называется праздник Йом-Туруа то есть праздник трублением шофар вопросы Зачем нам уже этот праздник спрашивает Руслан если он указывает только на воскресение мертвых и все трубление в шофар это как бы молитва Господь приди это ходатайство о втором пришествии и и это один из ежегодных праздников когда Израиль собирался в Иерусалиме потом мы переходим к тому празднику который мы называем Йом-Кипур на Йом-Кипур между Роша-Шана и Йом-Кипур восемь дней первый день Роша-Шана между потом восемь дней перерыва и потом будет Йом-Кипур то есть у Йом-Кипури нет сельскохозяйственного связи с сельским хозяйством но значение восьмого дня исторической связи нет исторических каких-то взаимосвязей этого праздника но значение восьми дней не связано с жертвами этот праздник не связан но значение этих восьми дней очень важно потому что в еврейском мышлении эти восемь дней являются временем суда они называются днями трепета вполне возможно что как и Песах этот день указывает на суды Божьи в последние времена дни Божьего гнева и суда на землю в Йом-Кипур нет исторической связи но есть наиболее важная жертва когда первосвященник входил в святое святых это не просто дополнительная жертва не просто дополнительная это ежегодная жертва в Йом-Кипур что? а козел отпущения приносился и исполнение в Йешо Йом-Кипура описано в послании к евреям 8-11 главе вы за мной следите первосвященник он идет в святое святых с кровью и козел отпущения но сейчас мы смотрим на век окончательный век в 12 главе в Захарии в 10 стихе и в 13 главе Захарии написано что откроется источник для очищения народов и народы примут искупление Йешо и Йом-Кипур он указывает Йом-Кипур указывает на то время когда все народы войдут в искупление Божье и это ходатайство значит чтобы история пришла к своему окончанию и все эти уроки которые мы которые мы видим на Йом-Кипур вопросы есть? вопрос Аруша Шана Можем ли мы провести такой параллель символизм что Песах как начало года это символ пришествия Йешуа и начальство периода уже Роша Шана это символ его второго пришествия Роша Шана символ второго пришествия и начало периода который еще не наступил ты можешь на английском это сказать да, в принципе можно так думать все эти праздники все эти праздники еще в своей полноте не исполнились но вы можете на них таким образом смотреть что интересно что в книге Откровения когда произойдут последние суды и это другой путь взглянуть на праздники в книге Откровения похоже говорится что Великая Скорь будет 3,5 года а в конце ее будет излияние гнева Божьего и это может быть 30 дней или неделя и это может буквально иметь значение в связи с этими праздниками вы знаете современные пророки часто слышат как Бог говорит им что Он делает определенные вещи в связи с праздниками и Божья активность она связана по-прежнему с этим календарем весьма удивительно это хорошо еще еще один праздник суккот суккот сельскохозяйственный окончательный сбор урожая самый крупный сбор урожая исторические сноски период в пустыне что мы делаем в пустыне живем в сукках то есть сукка это палатка и что этот праздник говорит это Божье сверхъестественное обеспечение вы видите урожай связан с сверхъестественным обеспечением в пустыне и Бог говорит что когда вы в пустыне я усмотрю для вас одежду еду не возлагайте свою надежду на то чем вы владеете но доверяйте Богу вы это видите все видят это хорошо жертва не только жертва дополнительная но приносились особые 70 тельцов в течение недели об этом говорилось в книге чисел и по-еврейски Бамидбар и эти 70 тельцов понимались как принесение жертвы за 70 народов и это было ходатайство за спасение народов в соответствии с еврейской традиции в дополнение была одна чудесная традиция зажигать свет во дворе храма зажигали свет и свечение было потрясающе славным и было лили воду что значит изливать нашу жизнь перед Богом отмечаю что ханука это было позднее празднование суккота израиль упустил пост извините израиль упустил не отпраздновал праздник из-за войны и когда храм был отвоеван в 165 году до нашей эры они праздновали суккот в декабре и вот откуда пришла ханука и здесь сходство символизма суккота и хануки каким образом в Ешуа очень интересно в Иоанна 7 по 9 об этом главу Excuse me for a second implicit and explicit Greek words so they should come into Russia in some way yeah When you're reasoning, if something is not stated plainly, but is an inference from the statement, it's said to be implicit. If something is stated specifically, it's said to be explicit. Ex, it's out. Im, it's in. Yes. Explicit means it's out and revealed. Implicit means it's in there, but it has to be reasoned out. Looking like, I understand it more or less. Fine. So there must be Russian words for the same thing. Yes. Then, I'll explain the meaning of the Greek language, the English language. Okay. So, in John 7 to 9. In John 7, verse 7, verse 9, Yeshua He presents himself as fulfillment of Sukkot. In some things, some things. In some things, some things. So, when they pour out the water, from the pool of Siloam, from the pool of Siloam, He says, if anyone is thirsty, let him come to me and drink. It's like, when they light the lights, He says, I am the light of the world. He says, I am the light of the world. He says, I am the light of the world. And, I am the light of the world. He says, I am the light of the world. And, I am the light of the world. He says, I am the light of the world. But, maybe, looking at his body as a Sukkot. Возможно, глядя на его тело, как на шалаш, он смотрел на это, как на временное тело. И мысль здесь, вот в чем. Возможно, это указывает на его рождение во время суккота. Возможно. И если он был рожден во время суккота, то есть, возможно, просто не было комнат в гостинице. И поэтому он должен был быть зачат во время хануки. Что может быть объяснить, что декабрь, 25 декабря связано с ханукой, что является 25-м Кислева. Просто небольшие размышления. То есть, возможно, Ишуа был рожден. So, it's looking like that maybe possible he was born in December 25. It's possible. We have evidence for both. Both you mean both December 25 and Sukkot. То есть, может быть, если там порассуждать немножко, что Ишуа мог родиться или на суккот, или 25 декабря. Но большинство ученых верят, протестантских ученых верят, что Ишуа, он родился, скорее всего, около около суккота. Но если вы католик, то вы обязаны верить в 25 декабря, потому что церковь так учит. Но есть также вероятность, что Ишуа был рожден 25 декабря. То есть, есть доказательства этого, очевидность. Когда вы разбираетесь с окончательным исполнением этого праздника, то мы можем видеть жатву народов Царства Божьего. Полнота Царства Божьего. В Захарии 14 главе все народы приходят праздновать праздник суккот. Это великое дело, общее собрание на латыни. Магнум опус. Это великое празднование. Я хочу сказать, что все праздники по-прежнему остаются. Все праздники еще должны исполниться в полноте в свое время. Они все связаны с еврейской идентичностью, потому что они все имеют значение в нашей индивидуальной еврейской жизни. Они имеют неприходящее пророческое значение, и они должны праздноваться в ходатайственной силе. Вопросы. Вы знакомы с мессианскими общинами по всему миру. Есть такие общины, которые празднуют Рождество? Да. Не все, несколько. Один из ведущих мессианских еврейских теологов, его зовут Джон Фишер. Кто слышал о Джоне Фишери? Он иностранец? Он из Флориды. Он в мессианском движении приблизительно 30 лет. Его община, она празднует Рождество. Не таким образом, как это делает церковь с елкой и так далее. Они празднуют, потому что они верят, что Иешуа по-настоящему был рожден на Рождество. И он, у него есть кассета, на которой он объясняет, почему они в это верят, если у кого-то возникают вопросы, почему они его празднуют. Но большая часть мессианских общин Рождество не празднует. Как понимается в мессианском ведении праздник Тубишват? Новый год деревни. Это еврейская традиция, не библейская. Хорошая традиция. Это связано с нашей ответственностью быть служителями на земле. Редактор субтитров